Всем привет! Сегодня очередной обзор на коробочку от L-Box. И давайте же посмотрим содержимое. Был вложен вот такой вот буклет, в котором написано, что вы можете разместить обзор этой коробочки на странице ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграме. И в общем-то конкурс будет... Можно, в общем, есть возможность выиграть один из наборов. Средств для очищения лица от Фейсфайн. Так, ну и к самим средствам, так скажем. В полном объеме, в полноразмерном объеме это была вот такая вот штучка, которая называется гидролат сосны из сибирских лицов для всех типов кожи. Попросту говоря, это тоник для лица и даже тела. В общем, на мой взгляд, это просто в дистиллированную водичку капельку смолы добавили. И, в общем-то, она стала волшебной. Насытилась натуральными, биологически активными микроэлементами. Обладает восстановительным, антисептическим, противовоспалительным действием. Пользовалась такая легкая водичка, без алкоголя, без парабенов. Легкий тоник, который написано, что даже подтягивает кожу лица. Ну, я как-то особо этого пока не заметила. Очень слабо выраженный запах сосновый какой-то вот такой вот. Сделана она в России. В полном размере она стоит 458 рублей. Хороша для чувствительной кожи. В принципе, я думаю, что неплохой такой тоник. Так, следующее, что я вам покажу. Это вот такая вот нашумевшая... Я поняла от своей подписчицы, что нашумевшая сыворотка для роста ресниц. Я ни одного обзора на нее не видела, поэтому ничего не могу сказать. В общем, вот такой вот у меня мини-формат. Обычная, как бы, вот кисточка. Что-то вот... Все, она эту коробку увидела, больше ничего не хочет. Ну, вот обычно, да. Наносишь по росту ресниц на ночь и с утра встаешь, и у тебя просто двухметровые ресницы. Шучу. Нет, конечно. В общем, наносила я два раза, но ничего такого не заметила. За ночь ресницы не отросли. Раздражения, кстати, не было. Как у моей подписчицы, она написала, что у нее жуткое раздражение пошло. Кстати, сыворотка содержит очень много всяких масел. В составе сначала вода идет. И потом, как пошли экстракты, всякие масла, масла, в общем-то, не понять, тут какие масла. Все на английском. Ничего вам не скажу особо. И про то, что она там действует или не действует, тоже не скажу. Я просто в юности... Вообще, знаете, я лентяйка вот такими штуками пользоваться, в принципе, у меня ресницы мои устраивают. Но в юности, когда вот хотелось каких-то суперкукольных ресниц, в общем-то, такой юношеский максимализм, да, был. Покупала в аптеке кастровые капсулки, кастрового масла. И просто смазывала ресницы. Отличный эффект. За копейки, как говорится, натуральный продукт. Вот, ну а здесь как-то не знаю, сколько она сейчас стоит, скажу, 1680. Она стоит за 3 мл. У меня здесь... Ага, попробуй найди сколько. У меня здесь полтора. Вот так вот, значит, половина. Следующее, что я вам покажу, это были вот такие вот два бронзирующих с 24-каратным, прям золотом. Ну, наверное, шиммерные частички. Два лосьончика для тела, пока не пробовала, оставила на какой-то торжественный случай, но, возможно, на Новый год. Значит, себя побалую, себя буду такая загарная и блестеть. Да. Надеюсь, что понравится лосьон. Возможно, потом в видео в каком-то упомяну, как они мне. Но пока вот, девчонки, ничего не могу сказать, ей-богу. Так. Ну и просится у меня вот этот пробничек от Hyuga Boss 2 мл. Вы знаете, очень понравилась вот эта водичка. Ма-ви. Как правильно? Не могу даже сказать. Да. Вообще понравилась. Такая легкая, приятная. Прямо вот. Единственное, что вот неудобный флакончик. Цветочно-пудровая какая-то. Ну, прям прелесть. Вообще хочу в полном объеме. Прямо вот уже хочу-хочу-хочу. Обалденная водичка. Так. И, значит, была вот такая вот джино-сыворотка. По-моему, это сыворотка. Да. В общем, крем для тела. Подтягивающий. 5300 стоит 200 мл. Обалдеть. Подтягивающий крем для тела. Эксклюзивный какой-то там комплекс у него. Долгая жизнь клетки. 56 активных ингредиентов. Я как-то на руку нанесла. Но боюсь, что вот от тюбика для тела-то как-то маловато. Ну, в принципе, на один бы раз хватило. Но я за один раз думаю, что ничего бы не поняла. Жутко дорогущий крем, конечно. Как уж он там подтягивает. Это можно только на живот, что ли, попробовать. Тогда уж использовать. Ну, в общем-то, дорогущий. Запах у него, кстати, такой вот. Чуть-то мне как-то не очень не понравился. Но пока вот только на руку наносила. Никакой там супер-упругости, конечно, сразу не наступило. Не знаю. Я бы, конечно, за 5 тысяч такую бы штуку-то не купила. Потому что, ну, жутко дорого. Запах, вот когда наносишь, сразу какой-то неприятный. Потом вроде бы появляется еще такой более-менее нормальный запах. Так. Следующее, что я вам покажу, это вот такая вот, значит, умывалка, что ли. Тоже какая-то супер-дорогая. Сейчас я вам скажу. А, Академия. 607 рублей стоит 125 миллилитров. Так, а чья она? Да, тоже французская. В общем, у нее такое волшебное действие. Когда ее наносишь, в процессе умывания этот гель при легком массаже превращается в масло. Затем при контакте с водой в увлажняющее молочко. Содержит комплекс эссенциальных масел и растительный увлажняющий компонент. Мягко снимает макияж, очищает кожу. Ну, да, в принципе, мягкая умывалочка такая. Неплохая. Особо вот как-то я ее даже не поняла. Но вообще приятно ей умываться. Да, как-то она вот превращается в такое белесое потом молочко. Ну, и, в принципе, неплохо очищает. Думаю, так старательно, но очень щадяще. В принципе, достойная. Так, и вот опять крем, который непонятно вообще, чего там содержит. Вот уже второй раз мне в коробочке попадаются вот такие дорогущие крема, в которых нет ни состава, ничего. Здесь только написано, что он, что этот крем 10 тысяч стоит, 50 миллилитров. Фарфор Принцесс называется ночной интенсивно уплотняющий крем. Инновационный комплекс действующих веществ придает мне обыкновенную свежесть кожи, улучшает микроциркуляцию, оснабжает кислородом. Разглаживает рельеф, глубоко увлажняет. В общем, уменьшает глубину морщин и замедляет старение. Извиняюсь, держу, это не вижу. В общем, что я вам сказать не могу. Состава нет. Нет, непонятно, что вообще за марка. Первый раз вижу. Еще не пробовала вообще он у меня на очереди. Пока боюсь его с каким-то другим мешать, потому что он только ночной. В общем-то, вот эти вот темные лошадки вообще у меня в коробочках, конечно, немножко раздражают, потому что, не зная состава, я даже вообще не представляю, стоит пользоваться, не стоит. Может, на него жуткая аллергия будет или еще что-то. Ну и стоит он 10 тысяч и чего. И последнее, что было, это вот бальзам для ног. Вот такой вот небольшой, значит, сэмплик. Не пробовала, ничего искать не могу. В общем-то, как дополнение просто положили. Вот такая вот коробочка. Самый, конечно, супер-супер, что мне понравилось продукт, это, конечно, парфюм от Fuga Boss. И, в общем-то, и гидролат, в принципе, неплохой, да. Остальное как-то мне уж так себе. Всем спасибо за внимание.